ПРОЕКТ Я ПОМНИЛ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. ГЛОТОВА НИНА ИВАНОВНА Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Интервью и литературная обработка Александр Бровцин, Олег Кощеев. Опубликовано 4 ноября 2007 года. Часть первая. Нина Ивановна Глотова. Вот сфотографировали нас, работали в Совете ветеранов областном. Он работал инструктором воркоотделе исполкома. Это техсекретарем председателя облсполкома. Ну а я-то тоже когда-то работал в исполкоме инструктором, заместителем заведующего. Потом меня в район направили, секретарем райкома. Ну в общем работал и на редакторском работе. А потом меня в обком взяли. Вот. А Терентьев ещё жив? Жив он, но очень плохо себя чувствует. Ему 91 год. В октябре ему будет 91 год. Живёт он один. Если можно, назовитесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, дата рождения, когда и где родились. Глотова Нина Ивановна. Родилась в 1920 году в городе Советске Кировской области. Расскажите о своей жизни до войны. До войны я училась. Был Медянский район. Жили мы, ну вот пароходство раньше было. Отец у меня водник был. Тогда ремонтные мастерские были, Никольский и Затон. Может быть слыхали. Но сейчас всё ликвидировалось, ничего нет. И реки-то ведь нет. Скоро уже всё, засохнет. Я училась. Медянский район был. Училась в средней школе. Значит, девятый класс закончила, а десятого у нас не стало. Мало осталось учеников, и десятый класс не стали организовывать. Куда деваться? Я поехала. Да, там бумажная фабрика есть, Мурыгина. В Мурыгина я училась. Там пришли с бумажной фабрики представители и стали агитировать в Ленинград на учёбу в целлюлозно-бумажной техникум, чтобы на фабрику пришли потом работать. Ну что, я поехала. Ещё одна женщина, у неё ребёночек был. Поехали. Ну, нас без экзаменов приняли, потому что уже девятый класс окончили. Вот училась там, значит. Нина Ивановна, можно я перебью? Целлюлозно-бумажную техникум, вы сказали? Или всё-таки институт? Техникум. Целлюлозно-бумажный техникум. Значит, после девятого класса, в принципе, в техникуме уже принимали без экзаменов? Без экзаменов, да. Без экзаменов. Ну что же. Первый-второй курс закончила. На втором училась. Ну, там, конечно, в войне всё время говорили, что война с Германией, война с Германией будет. Финская война прошла, и начали везде и всюду говорить, что будет война с Германией. То есть дух такой уже был. Да-да-да. И в троллейбусе, и так вот идёшь по городу. А потом я общалась с девушкой, училась она со мной, и брат-полковник был. И иногда, значит, перед большими праздниками он приглашал её сделать уборку по площади, и она говорит, конечно, пойдём, поможем, хоть поедим. Студенты ведь чего? Поедим. И мы придём, жена у него всё готовит, всё трещит и пищит на кухне, ребёночек маленький был. И мы всё сделаем. Там ведь пылесосов не было. Всё прохлопаем, всё промоем, всё. И приходит муж, там три пары всё время у них собирались, к первому мая, к Новому году, к октябрьским. Приходит. Значит, нас не отпускают. Вы побудьте с нами. Побудьте с нами, посидите, поговорите. Вы, молодые, хоть что-нибудь нам расскажете. Останемся. У нас же свои интересы перед праздником. Ну ладно, они нас насильно оставят, но посидим и послушаем их. Они три пары собирались тоже, и всё время они о войне говорили, что война с Германией. Вот война с Германией. Нина Ивановна, а вы во время учёбы в Киров сюда обратно приезжали или в Советск? Родители-то у меня на судоремонтных мастерских. Никольский затон был. Я во время каникул приезжала. А здесь какие слухи ходили? То, что война вот-вот? Или то, что чувствовалось в Питере тогда? А здесь такое было? Нет, нет. Я не слышала такое здесь, не слышала. Ну а потом, что в 1939 году по линии общественного Красного Креста организовывались курсы медицинских сестёр запаса на предприятиях и учебных заведениях. У нас отобрали группу девушек 30 человек. Где-то у меня и фотографии есть. Там все. Выпускной, наверное? Да, выпускной, да. Ну, значит, приказ директора зачислить на курсы медицинских сестёр запаса военного времени. Мы учились с 8 часов утра в техникуме, а с 4 часов дня на этих курсах. Это вторую половину учебного года, 1939 и первую половину 1940 года. Учебного в 1940 году. Скажите, вы сами туда пошли или какие-то требования потребовали, чтобы вы туда пошли, то есть направили? Директор написал. Там решила дирекция. Список вывесили. Зачислить на курсы медицинских сестёр. Не спрашивая. Понятно. Но, видимо, кто лучше успевал, потому что там и тут надо учиться было. Ну и всё, значит. Вот закончили курс медицинских сестёр в 1940 году и нас поставили на военный учёт. Война началась. 22-го война началась. Ну там белые ночи. Мы же молодые. Ночью готовились и о днём-то шатались по городу туда-сюда, по историческим местам. В шесть часов утра объявляют по радио, что с важным сообщением будет выступать министр иностранных дел Молотов. Но мы сразу свои тетрадки под подушки. Всё. Война. Стали собираться в техникум. На улицах висели репродукторы чёрные. Везде уже груды народа. Толпы, толпы. Все тихо разговаривают. Все ждут выступления Молотова. Раньше же не брехали, как сейчас. Каждый день не по одному разу. И по телевизору, и по радио, и всё. Если раньше скажут, говорили. Так дело было. Ну и вот. Мы приехали в техникум. Там прослушали всё. Успели ещё. А 23-го сдавали последний предмет. Политэкономию. Экзамен последний был перед летними каникулами. Нам в 3 часа ночи 23-го принесли повестки. 25-го явится военкомат. В 10 часам утра. Иметь при себе рюкзак, предметы туалета, чашку, ложку, кружку. Ну вот. Пришли в техникум сдавать экзамен. Политэкономию. Но уже такие. Руководство знало. Я не знаю, как мы это сдавали. Мы уже не готовились. Так и отнеслись к нам. Директор распорядился 25-го в 7.30, потому что к 10-ти часам надо было идти в 7.30 всем студентам собраться в актом и в зале. Ну что, собрались. Там пожелания и советы. Ну, сожаления там. С духовым оркестром нас проводили до военкомата. Тогда же в магазинах всё было. Всё. Нам несут кто конфеты, кто шоколад, кто ещё. В общем, полные рюкзаки нам накидали всего. Пришли в военкомат, а тут началось распределение. Как кто в госпиталь, кто в медсанбат. Ну вот нас, трое из нашего техникума, в один госпиталь, 273-й. Мы стали организовывать. Там ещё ничего не было оборудовано, значит. Начали там всё делать. Кровати, всё там оборудовать, всё таскали. Ну а потом уже раненые стали поступать. А где это находилось? Там же в Петербурге? Да, улица Лесная, если я не совру. Там, по-моему, здание Лесотехнической академии. Так вот не помнится. Одно здание госпиталь был. Потом там библиотека. Что-то ещё. И, наверное, общежитие. Потому что мы жили в этом здании, где книги. Там шкафы с книгами. На четвёртом этаже. Когда бомбят, то здание шатается. Сначала бегали в бомбоубежище, а потом плюнули. Пусть мы здесь погибнем. Не успеваешь, только ляжешь. Опять бомбёжка. Опять надо бежать. Так всю ночь пробегаешь, не отдохнёшь. Не стали бегать. Страшно ведь было, наверное. Так, конечно. Потом уже в какое-то время появились снизу лётчики. Лётная часть. Лётная часть базировалась. Ну, они утром встают, разогревают машины, едут там куда-то. На родром. Я не знаю. Они тут сколько-то жили. Тоже. Ну, а потом мы все оборудовали там госпиталь и стали принимать раненых. Началась наша работа. Медицинская. Потом, значит, за зиму всё это закоптило. Да, сначала, когда первую зиму жили, у нас отопления не было. Воды не было. С Невы воду возили. Ну, значит, отоплений не было. Всё они это из складов притащили. На раненых свалили всё там, что можно было. Окна застыли. У раненых около усов. Усы, знаете, так немножко. Инием покрылось. Да, покрывалось инием. Потом уже где-то в конце зимы появились железные печки. Так вы каким образом отапливались? Буржуйками всё-таки. Ну, потом уже в конце буржуйки стали. Маленькие железные печки такие. Мы трубы выводили в окна, форточку. Всё закоптило у нас за зиму. Чёрное стало. Ужас. Потом, знаете, нам где-то в мае месяце раненых сказали не будут направлять. Сказали ремонтировать госпиталь. Потому что всё чёрное стало. Вот мы лазили, ремонтировали всё это, соскребали. Сначала этим веником, голиком, или как это называется? Голиком, голиком. Проскребали веником, потом щёткой, тряпкой. А потом мы начали белить. Побелили, потом покрасили всё. Ну, в общем, всё. Со мной девушка работала. Раиста Алпинская, евреечка. Она маленькой ростиком. Но там нам распределили участки. Вот вам столько-то сделать, вам столько-то сделать. А она там поставлена, как это называется? Козлы? Козлы, да. Такая подставка высокая. Высокая, высокая, чтобы до потолка-то доставать. Она не может достать. Я говорю, Раечка, я за тебя сделаю. Своё-то я тоже и стёрла уже всё там. Она залезла, а не может достать там. Я ей говорю, что давай я за тебя сделаю. А ты сходи в парк, нареви травы и свари суп. Я всё это, голова кверху. Я и сейчас голову поднимаю вверх и падаю. Делала, делала, тёрла, тёрла. И с этих козел-то я упала. Ну, ничего, утащили меня. Положили на носилках куда-то там. Уколы сделали и всё. В общем, на второй день пошла работать опять. Ну, отремонтировали госпиталь, всё покрасили и снова стали принимать раненых. Не ушиблись ничего, ни переломов ничего не было. Переломов не было, но синяки были. Синяки были, сотрясение мозга было. Потом уже чисто всё стали принимать. Как-то получше стало. Потом с отоплением как-то. Но воду возились не вы. Воды не было. Не мылись. Сами, да? Сами не мылись. А где мыться-то? Негде. Раненых-то не умывали. Лежали сколько времени там. Дадут сколько-то водички. Немножко возьмёшь, полотенчиком протрёшь и всё. А потом-то уже в последнее время как-то лучше стало. Ну, а питание-то какое было. Всё с веса давали. Придёшь в столовую, и вот каши ложку дадут и взвешивают. Ложку почерпнут и на тарелку. Сколько весит она? Там вес какой-то определённый должен быть. А ещё хвойный настой заваривали. Пока банку хвойного настоя не выпьешь, есть не давали. Ну, чего, придём из столовой, есть хочется. Ну, хлеб. Хлеба мало давали. Ну, мы придём из столовой. Если мы не на дежурстве, значит, берём горчицу. Горчица была, давали с водой, с горячей. Хлеб намажем с горчицей и едим. Ой, на завтрак весь хлеб съедим, 300 граммов. А обед уже и ужин без хлеба. Вот так. Это первая зима с 41 на 42 год? Да-да. Потом тяжело было, почему с хлебом и совсем. В Адаевские склады разгромили, разбомбили. Там даже крысы-то бежали. Я, конечно, не видела, но рассказывали, что прямо машинам нельзя было проехать. Столько крыс бежало. В общем, тут, конечно, было очень тяжело, когда разбомбили Бадаевские склады. Там же продовольствие было в запасе, и всё это уничтожили. На чего ещё вам рассказать? Потом уже как-то получше стало, полегче. Да, а когда уже блокаду-то прорвали, конечно, мы тут вроде немножко и ожили. Сколько времени прошло после того, как прорвали блокаду? А, ещё? Январь 43-го. Да-да. Блокаду, когда прорвали, стали организовывать дом отдыха. Армейский дом отдыха для раненых, которые идут на выписку. Но это вот место, я не знаю, как называлось. Лес вот от Ленинграда недалеко. Кругом лес, там двухэтажный дом один. Потом деревянных два домика, одноэтажных. Двухэтажного-то там на 20 копеек всего только было раненых поместить. Но те, которые идут уже на выписку, им как бы просто набраться сил. Реабилитация так называемая? Да. Ну, а мы жили в одном домике, а во втором домике, так насколько обслуживающего персонала-то было, две сестры и врач-майор, майор медицинской службы, Конева Мария Ивановна, наверное, дочь Конева. Ивановна тоже, ведь он же Иван Степанович. Но я в то время Конева не знала этого генерала. Может быть, вполне. А нас две сестры было. Я и еще потом Аня. Ой, забыла, как ей фамилия. Но ей 40 лет было. А мне-то еще 20 было, значит. Потом вдруг приехал шофер. Но связи не было с этим. А, начальник госпиталя приехал. Фельдман фамилия у него. Приехал начальник госпиталя в этот дом отдыха. По дороге началась бомбежка, его ранило. Ему в ягодицу попал осколок. И когда привезли его туда, Мария Ивановна оперировала его. Я ей подавала инструменты. Достали. Там даже, как его, кусок шинели залез в ягодицу-то. Ну, мы все это сделали. Потом вдруг в скором времени приезжает. Ну, телефонной связи-то не было. Опять шофер приезжает с распоряжением небедленно отправить от вашего госпиталя сестру, две сестры и врача в новый госпиталь, который должен отправляться под Сталинград. Ну что, начальник госпиталя вызвал нас. Он и говорит, что придется мне ехать. Аня-то 40 лет. Она как бы считалась пожилая. Придется вам. Ну, если бы, может быть, в госпитале было все это. Потому что, может быть, там бы решили кого-то другого. Но поскольку он недвижимым был, начальник-то госпиталя, и срочно там часы были ограничены, сообщить и выслать людей туда, в этот сборный пункт, где собирался, где этот госпиталь формировался. Ну вот он вызвал и говорит, придется уж вам ехать. Ну что, вот 15 минут, сказали, на сборы. А собирать нечего у нас. Шины, да там это противогаз и все. Ну, сумка медицинская. Вот, поехали. У одного раненого открылись рано, началось кровотечение. Его повезли в госпиталь. Его посадили в кабину, а мы-то в кузов. Грузовая машина. Мы ехали в кузове с Марьей Ивановной. Вдруг началась бомбежка. Лесом где-то ехали мы зимой. Дорога такая, кругом лес. Шофер раненого-то быстро очень вытащил в лес. В снег бросились они. А я-то тоже быстро соскочила с машины. А у нас ведь на одном плече сумка медицинская, на втором плече противогаз. А Марья Ивановна все-таки она грузная какая-то женщина была. А я-то что, легкая? У нее один ремень зацепился за укрючину, и она не смогла спрыгнуть быстро. И ей осколок попал вот сюда. В шею? Да, в шею. Тут уже жгут не наденешь, не сделаешь. Я сколько было? Отбой-то когда дали тревоги. Сколько ехали, но шофер уж так гнал машину. Я думала, что мы разобьемся. Но у меня сколько было в медицинской сумке бинтов и ваты. Я тут все и меняла, зажимала. Ну, приехали, ее сразу на носилках унесли в операционную. Мне сказали, 20 минут на сборы. А что у меня собирать? Ну, какие-то ботинки были, кофточки, да все. А все имущество, которое я училась в Ленинграде, мы сдали на склад в техникуме. Так у меня все там и осталось. А зимнее пальто, осеннее там, ну, в общем, все-все. Ну вот, быстро собрались и меня увезли туда. Одна. Я так ревела. Я из госпиталя одной осталась. В этот новый госпиталь-то попала. Ну, сформировали госпиталь, поехали. Ой, как перебирались через Ладогу. Там только ночью. Потому что одна бомбежка. По ту и по другую сторону зенитки стоят. На машинах нельзя было ехать. Машина все-таки со светом, с фарами. И вот были сделаны какие-то сани. Вот такие большие, как эта комната, чуть ли не на дивана. Такие большие сани были сделаны. То есть метра три длиной? Наверное, наверное. Ну, тогда ведь медицинское оборудование надо везти. И вот мы запряглись. Веревка была сделана. И вперед нам по шесть человек впрягались. А сзади палки нам, ну, какие-то сделаны были. Мы опять сзади. Кто впереди, а кто сзади толкал. Переехали, проехали. Ну, все спокойно. Бомбежки не было. Приехали в Ладогу. Выгрозили все эти вещи на улицу. Медицинское-то оборудование. И там стоял разбитый вагон. Ночью все это было. Приехали мы туда уже в два часа ночи, наверное. Разбитый вагон стоял. Он под бомбежку попал. На крыше дыры. Да в стенах дыры все. И вот мы до утра там стояли. Друг к другу прижались. Было холодно. Одна девушка-ленинградка была. Она взяла с собой пуховое одеяло голубое. Ноги-то замерзли у нас. Везде снег и ней на стенках-то. Она достала это одеяло пуховое, постелила на пол. Мы на него поставили ноги и завернули. Потом в семь часов утра, а там воинская часть стояла. Или в шесть ли. Не отморозили ничего? Ничего. Ну, у кого там щеки немного подморозились. Ноги-то ничего в пуховом-то одеяле. Потом в шесть или в семь часов, не знаю, нас позвали в воинскую часть, накормили нас, чаем напоили. Потом начали грузиться в вагоны. Вагоны подали и начали грузиться в вагоны. Приехали, не знаю, сколько мы ехали. Приехали в, как это называется, станция-то, Вологда. Приехали, вылезли, а утром вороны каркают. Деревья высокие стоят. Женщины стоят с ватрушками, с пирогами, и пар даже идет. Мы рты раскрыли. Думаем, господи, куда мы попали? Мы же не видели деревьев-то, и ворон никаких не было, ни одной. Пришли, спросили, сколько стоит ватрушка. Какие деньги? Знают, что с блокады едем. Какие деньги? Берите. Прямо в руки толкают. Ну, а у нас там выдавали сухой паёк. Брикеты там всё это. В вагонах-то тоже были поставлены печки потом, эти железные. Мы брикеты притащили, брикеты сунули, они с удовольствием взяли, а мы ватрушки и пироги горячие. Ну и всё, вот так поехали. У меня где-то маршрут есть записан, сколько вот мы ехали. Но до Сталинграда мы, конечно, не доехали. И под Сталинград мы не поехали, потому что там уже Паульса. Пока мы кружились, Паульса окружили, и мы поехали в станцию, первая станция Черткова Ростовской области. Тут с госпиталем стояли, затем в Одессу. Из Одессы нам прибыла команда в Румынию, в Бухарест. Ну, в общем, погрузились, но там сколько? Долго мы были в Одессе-то. В Румынию погрузились, приехали в Румынию. Остановка там, поскольку дана команда в Бухаресте формировать госпиталь, открыть. Начали разгружаться. Потом была дана команда пристановить разгрузку госпиталя. Потом через два дня команда дана ехать в город Сегет, в Венгрию. Ну вот, война когда закончилась, стали раненых уже рассылать на родину отправлять. И нам дали команду принимать американцев, англичан и югославов. Ну, а ещё наши лежали раненые и их лечили. Ну, а потом уже, когда подлечили их, стали отправлять в Америку. У нас одна сестричка убежала. В Америку. И у меня вот даже фотокарточка есть того американского военного. Как он меня звал в Америку? Фотографии есть. Он меня сфотографировал, я его сфотографировала. А значит, одну только проворонили. Вдруг, я не знаю, может, я с девчонками поделилась как. До замполита дошёл слух, что я тоже, меня тоже приглашают в Америку. Вдруг меня вызывает замполит. Ну что, собираетесь в Америку? Я сказала, что нет. Я сказала, что у меня есть родина, что я её люблю и изменять ей не буду. Ну, у нас, говорит. Сейчас мы одну проворонили, а сейчас у нас расставлены такие шпики, как он выразился там. Мы всё знаем, кто и куда собирается ехать. Если только вы надумаете, если до нас дойдёт слух, то мы вас прикуем в кровати. Так и сказал прямо? Пугал вас? Да. Я ему сказала, что я дала отказ. Я сказала, что у меня есть родина. Я её люблю и изменять не буду. Как хоть его звали-то? А я уже забыла. Где-то фотокарточка-то есть. Но объяснялись мы. Мы ведь английского языка не знали. Он немецкий немножко знал. Я немецкий немного знала. Он немного русский знал. А я тоже русский человек. Вот так объяснялись. А откуда он русский знал? Ну, я не знаю откуда. Он мало на русском тоже говорил, на немецком больше. Ну, а потом, значит, уже война закончилась? Да, уже закончилась. Мы лечили. После окончания войны уже эти солдаты иностранные лечились. Сколько? Меня 15 октября демобилизовали. Нина Ивановна, а немцы у вас не лечились? Нет. Немцев не было, да? Нет, нет, не было. Немец у нас в госпитале работал. А вот какое дело всё. Он коммунист был. Но он в подвале работал. Он там по железу что-то делал. Не знаю, слесарь или кто там немец. И вот я на первом этаже работал в хирургическом отделении. Он когда порежет руку или ещё что-нибудь придёт, ну, сестричка, сделай мне. Ну, ему обработаешь всё равно, перевяжешь. Он говорил, я коммунист, и всё там это. Знали в госпитале, что он коммунист. А потом он часто приходил, то голова болит, то сердцем плохо. Но я ему помогала. Один раз пришёл, сел вот у стола, у меня. Руки вот так на стол положил и голову. Поставил руки и голову положил. И сидит, молчит. Я ему говорю, Карл его звали. Я ему говорю, Карл, что тебе, плохо? Он молчит. Я ему говорю, ну, ты скажи, что тебя беспокоит, что у тебя болит. Я тебе помогу. Он молчит. Потом я взяла, руки так у него раздвинула. Я говорю, посмотри на меня, что у тебя случилось? Он молчит. Я говорю, может, у тебя дома? А у него семья осталась в Германии, жена и двое детей. Раз он коммунист, так, может, их же там преследовали? Я говорю, что, может, там у него что-то с семьёй случилось? Скажи мне. Потом он, значит, голову поднял и говорит. Я не знаю, где он жил. И говорит, что война-то ведь закончилась. Говорит, что вот готовится налёт этих власовцев на город Сегет. Разбомбит все учреждения советские, госпиталя там и прочее всё. И под тюрьмы делается подкоп в земле. Чтобы начнётся как, так у них команда будет, чтобы тюремщиков выпустить. И на нас, на русских-то они напали. И без замков там, без всего под землёй они пройдут. Вот это он сообщил мне. Ну, я говорю, что хорошо, Карл, что спасибо тебе, что я это сделал. Но он очень переживал. Но я побежала к замполиту. Но все знали, что Карл работает у нас, коммунист. Ещё Лиза, коммунист-командерская, работала у нас. Но я побежала к замполиту. Говорю, что вот такое дело. Карл сообщил. Он говорит, что хорошо. Сейчас свяжемся с комендантом. Я не знаю, какой там у них разговор произошёл. Потом через три дня я не на дежурстве была уже. Вдруг четыре часа утра, там уже светло, слышу гул самолёта, стрельба. Мы соскочили. Если мы свободны от дежурства, то нужно брать винтовку в руки. Там пирамида винтовок стояла. У каждого свой номер был. У меня вот пятый номер был. Мы быстро одеваемся. Раз тревога, уже всё. Прибежали. А моей винтовки уже нет. Кто-то схватил. Не разберихи? Да, но я седьмую схватила тоже. Пока у нас переподготовка. Это все, значит, наши были подготовлены. Они быстро этих власовцев отогнали. Очень быстро. И ничего не разбили. То есть всё это подтвердилось? Так оно и было? Да. Вот как он сказал, что готовится всё это. Так и было. Не знаю, откуда он узнал. Но я уж этого не спрашивала. Потом его никуда не забрали? Не пытались узнать, откуда он знал, что и как? Нет-нет. Я не знала. Но он после этого случая остался у вас в госпитале? Да, в госпитале работал. Продолжал работать? Да, работал, работал. А вы-то власовцев этих видели? Не видела. Ну а потом уже, когда мы поехали домой, по Украине ехали, опять бандеровцы напали на нас. Утром я на второй полке спала. Так как девочка пониже ростом, так ей туда высоко забираться. Я на второй полке спала. Вдруг слышим, утром тоже стёкла летят, трескотня такая и вообще всё такое. Поезд как стоп-кран-то остановит быстро. Нажмут, и поезд быстро останавливается. Я по инерции, ведь я как бы продолжаю ехать. Я слетела с полки-то и на этот столик. Нос разбила, плечо расцарапала. Подбежали к окну, смотрим, там уже наш начальник госпиталя, но мы до Москвы ехали с охраной. Начальник госпиталя там, охрана, бегут в лес. В лес. Вдали-то сосновый лес, а около железной дороги этот... Кустарник? Кустарник, ага. Вот за кустарник они туда бегут. И я думаю, что случилось? А потом быстро, там видно их немного было. Быстро их прижал или что? Быстро мы, недолго. Сколько мы тут? Часа два стояли, поехали опять. Так что не повредили они ничего, только стёкла у нас выбили. До какой-то станции мы ехали, не помню. Это на Украине было? На Украине, да. То есть ни жертв, ничего не было. Нет-нет, только стёкла вылетели. Не успели они тут у нас ничего. И где-то на какой-то станции вставляли стёкла. Вот так вот. Приехали в Москву. До Москвы ехали с охраной, потому что шло медицинское оборудование. Приехали в Москву, распрощались все, кто куда. Нас ночью там были специально подготовленные люди. Забирали нас с вокзала по три человека. К себе на квартиру увозили ночевать. А потом мы утром приехали на вокзал и стали кто куда. Покупать билеты и всё такое. Вы из Москвы обратно в Питер или обратно в Киров поехали? Нет, я приехала в Киров, в Никольский затон, к родителям приехала. А в Питер уже больше не возвращались? Нет-нет. Ну, ездила туда. Но вы техникум-то не закончили, да? Не закончила. Не осталось только преддипломной практикой и диплом. Два месяца преддипломной практики, защита диплома месяц и всё. Не удалось. А потом, значит, я устроился на судоремонтных мастерских. Думаю, что где-то поработать надо. А мне директор затона и говорит, ну, иди поработай. Я как-то встретилась с ним, а он и говорит, ну, куда, думаешь, устраиваться работать? Поедешь снова учиться? Я говорю, сейчас куда я зимой-то поеду? Учебный-то год закончился уже. Поеду снова учиться туда. Он говорит, что, может быть, я поработаю у него в конторе, какие-то бумаги принимать. Я это ничего не толкую. Ну, ладно, зарплату платили и всё. Ну, я сколько-то работала. Потом к октябрьским праздникам стали готовиться. Секретарь парт-организации, женщина была, и говорит мне, Ну, как-то ты, может быть, что-то новое внесёшь? Давай, пооформляй что-нибудь тут. Посёлок небольшой был, судоремонтные мастерские. На площади я говорю, а давайте площадь осветим. Она говорит, а как? А я говорю, что вот я сейчас всё расскажу. Ну, там сделали вот такой круг от железа. Я говорю, дайте мне электрика, слесаря. Ну, вот. Они сделали такой круг, столб поставили большой, на столб завели провод, чтобы освещать электричество. Лампочки сделали несколько лампочек, красные, зелёные, цветком сделали. И внизу сделали изгородь большую круглую, и внизу тоже подсветка. Приехал секретарь айкома партии принимать, как готовиться к октябрьским праздникам. Сейчас на это ничего не обращают внимания. Сейчас это и праздники-то такие. Да-да. Вот, приехал как раз к вечеру. Секретарь парторганизации как раз включил это освещение, это всё. Он удивился. Что это такое у вас? Это кто у вас придумал? Она. Это вот одна у нас из армии пришла. А я, когда ходила на партийный учёт вставать, инструктор по работе с кадрами говорит, вот нам надо в райкоме человека в горкоотдел или в отдел пропаганды. Может, вы будете у нас работать? Я говорю, что нет. Я сейчас устроилась временно на работу. А потом я не доучка, я поеду учиться в Ленинград. Буду работать только до весны, а потом я осенью поеду. А потом вдруг меня, после того, как увидел он всё это, его удивило. Не видели они. Я в Ленинграде была, так всё же кое-чему научилась. Вдруг меня вызывает первый секретарь райкома партии Пирогов. Пирогов. А он тоже участник войны, полковник. Ранена рука у него вот так вот была. Пришла, а он мне говорит, ну вот, есть мнение. Ну, тоже спросил что-то, я рассказала. Ну, а где работаете, устроились ли на работу? Я говорю, я пока в конторе, мне директор Затона предложил пока работать до весны. Он говорит, вот давайте в райком партии. Значит, сельский район-то был, промышленность-то, бумажная фабрика Мурыгинская. И что там ещё было? Вот Никольские судоремонтные мастерские. Что-то ещё, я не помню. Ну, а фабрика, она тоже котельнического района была? Нет. Медянский район. Но райкома-то не стало потом уже. А Никольский Затон, судоремонтные мастерские, это по реке Вятки, недалеко от Кирова. За мостом, недалеко от моста. Станция Гирсова и от Гирсова недалеко, всего 4 километра. Но сейчас там уже ничего нет. Ну, это Юрьянский район сейчас считается. Да, это Юрьянский район. А был Медянский район. Ну, сейчас Медяна ещё есть, но, конечно, в большом упадке. Так всё ведь упало, всё сельское хозяйство упало. Всё везде разрушилось. Ну, что я рассказывала? Вы хотели рассказать, как вас в партии на работу взяли? Да-да. Секретарь райкома и говорит, вот что, давайте у нас поработайте. Я говорю, нет, я только до весны работаю. Вот там-то и всё. Он говорит, то кто-то начал рассказывать. Я говорю, я в сельском хозяйстве ничего не знаю. Он говорит, что весна начнётся, вот будет то-то, то-то, пары будут поднимать. Я говорю, зачем в деревне пары поднимать? А это ведь пары-то поднимают, пашут землю. Я раз не толкую в этом. Но он мне всё рассказал это. Я говорю, я ничего не понимаю. Он говорит, научитесь. Я говорю, нет, я не буду. Ну, в общем, он говорит, давайте завтра выходите на работу. Я говорю, я работать здесь не буду. Я временно устроилась и потому, что я недоучка и буду учиться дальше. Он. И здесь можно учиться. Ещё даже кулаком по столу стукнул. Ну, у него рука-то вот такая. Так он как-то... Ну что, я и не пошла в райком партии. День-два. Потом, значит, вдруг приходит директор Затона ко мне и говорит. Нина Ивановна звонил сейчас Пирогов и сказал, чтобы вас уволили с работы. И чтобы завтра же к десяти часам она была в райкоме партии у первого секретаря. Ну чего, я заревела. Он говорит, я как член райкома партии не могу не подчиниться. Дисциплина. Партийная дисциплина. Да, не могу не подчиниться. Уволили меня. Конечно, ревела. Ну что, потом пришла в райком партии. Десяти часам он сказал, пришла. Ну и вот, давайте в отделе пропаганды пропагандистом работайте. А учиться вы здесь будете. Я сначала пропагандистом работала, потом в завпорт кабинета. Потом меня направили в партийную школу двугодичную. Это где сейчас политехнический институт рядом с драмтеатром. Была партийная школа, двугодичная областная партийная школа. В самом здании было или вместо этого здания? В самом здании. В самом здании это здание довоенное еще. Ну, значит, закончил двугодичную партийную школу. Меня направили в тот же район, зав отделом пропаганды. Ну, сколько-то я работала редактором газеты. В районной? Да, потом бы я поступила в высшую партийную школу. Заочно. В Свердловск? Нет, в Москве. В московскую партийную школу при ЦК. Заочно учиться. Но потом меня... Вот Закалата была в отделе пропаганды, компартии работала. Может, знаете или нет? По-моему, заместителем. Кто? Закалата Ариадна Николаевна. Ну, давно уже она на пенсии. Сейчас. Вот, вызвала меня и говорит. Нина Ивановна, вам придется ехать в Халтуринский район работы. Я говорю, а почему? Ну, там вот студенческий городок. Нина Ивановна, у нас тут вопросы остались для вас. Давайте про вашу медицинскую специальность поговорим. Расскажите по возможности более подробно о ваших личных обязанностях в госпитале, там в Питере и в организации госпиталя. Организации госпиталя я не знаю, как и кто организовывал госпиталь. Ну, что, дали? Нет. Ну, как вот? Сколько было отделений там? Сколько было раненых? Как осуществлялось лечение? Ну, я сейчас не могу это сказать, сколько раненых было, потому что одних отправляли. Ну, когда уже блокаду прорвали, стали отправлять на большую родину. Но все равно ведь возможности какие-то. Понятно, госпиталь ведь не резиновый был. Какие-то возможности были. Сколько раненых он мог принять? Да, конечно. Но ведь люди, кто-то вылечился и снова отправляли их в часть. А кто и умирали очень многие. Нина Ивановна, давайте так. Расскажите о вашем отделении. Хирургическое отделение, да? Хирургическое отделение. Ну, сколько нас тут палат-то было? Раз, два, три, четыре, пять палат было. И одна палата смертников была на две койки. Ну, это вот те, которые видно, что перед смертью. Палаты же большие были. И чтобы их раненые не видели, их вот туда забрасывали. Эта палата никогда не пустовала? Бывали моменты, вот меня положили туда. Одну. И как положили? Одному, не знаю, как у него звание было. Но, в общем, ему надо было делать операцию. И пришел хирург, собрал нас с сестричек и говорит. Вот такая обстановка. Надо больного оперировать. Если его не оперировать, то он умрет. И оперировать его без переливания крови тоже умрет. А в госпитале крови нет. Кто из вас согласен дать кровь раненому? Все руки подняли. Сейчас же быстро проверили, кровь какая, какая группа крови. У меня еще вот Раечка Столпинская. Маленькая вот такая была, евреечка тоже. Это вместо кого вы потолок были, когда упали, да? Да, да, да. У нас одинаковая группа крови. Ну чего, все согласны сдать кровь. На нас хирург посмотрел и говорит. Но придется вам. Ну и что, посмотрел на нее и на меня. Ну что, пошла, пришла в операционную. Одели меня там во все белые штаны, рубаху, все. Ну и прямое переливание крови. На одном столе лежит раненый, на другом столе я лежу. И вот, значит, мою кровь ему дают. Но я не знаю, сколько это переливание крови, сколько у меня взяли крови. Одним словом, из операционной меня унесли на носилках. Вот так вот всю трепало. Озноб, холодно, да? Холод, ой. Даже по голове сейчас холод пошел. Всю меня грелками обложили, на носилках бросили куда-то там в темный угол. Всю грелками обложили, а меня зубы стучат. Потом, значит, горячее дают пить. Потом какие-то уколы делали. Лежала я до вечера, потом в эту смертную палату меня отнесли, и я думаю уже, мне конец. Ну вот, отнесли в смертную палату, и я одна там лежала, никого не было. Но хирург три раза приходил ночью в палату, и какие-то уколы мне делали. Я, конечно, уже плохо помню сейчас. Ну и все, отлежалась. А раненый-то хоть выжил? Вот этого я не знаю, потому что я сколько-то дней не работала. Я не могла. Вам неинтересно было или просто не стали узнавать? Так его, может, куда-то увезли, куда-то там? Не знаю. Не стали спрашивать? Нет, не стало. Не знаю. Результат не знаю. Просто, похоже, вы сами дали столько крови, что сами чуть не оказались на том свете. Да. Так это все еще до снятия блокады было, да? Да, до снятия блокады. Ну хорошо. А вот каковы были ваши обязанности? Вы хирургическая сестра, да? Ну да, хирургическая сестра. Хирургическое отделение наше. Ну что делали? Уколы, перевязки, таблетки, пипетки. Вот и все. Сколько палат вы обслуживали и какое дежурство организовывалось? Дежурство по суткам у нас организовывалось. Сутки дежурим и сутки отдыхали. Ну а когда очень много поступает больных, то значит и сутки не отдыхали. Но когда большое наступление, раненых нужно все время таскать, таскать. И вот только думаешь, не садись, не садись. Как сядешь, голова закинулась, руки опустились и все. Тебя тут хоть колоти по голове, ты не проснешься. Положат на носилки, бросит куда-нибудь в угол. Дадут немножко отдохнуть. А потом придут, ногой пнут, вставай. Вот так. Ну а если можно говорить о норме, то какая норма раненых была на одну сестру? Я даже не знаю. Вот это я не могу сказать. Ну а палат сколько? Хотя бы две, три. Ну я обслуживала с девушкой. Там большая эта палата. Сколько была? Сейчас подсчитаю. Может быть вспомню. По-моему, десять в этой палате было. Раненых, да? Да. Стены-то какие там были-то все? Потом вторая палата. Там четыре человека было. Еще палата маленькая была на два человека. Там уж такие самые-самые. Тяжелые, да? Ну вот та самая смертная, да. Да нет, не смертная. Не смертная она. А смертная она стояла. Одна на госпиталь была, да? Ну на наше отделение. Не знаю в госпитале как. На отделение. И она где-то отдельно вообще была, да? Отдельно в коридоре. В самом конце коридора. Чтобы даже раненые, которые ходячие, особо туда не заглядывали. Нет, туда не пускали никого. Да и не ходили. У нас в отделении-то ходячих мало было. Все первое отделение хирургическое почти все были. Тяжело раненые? Да, тяжело раненые. А еще какие отделения были? Было еще терапевтическое отделение. Ну а там я уже не знаю, на третьем этаже какое было. Никуда мы не ходили, не бегали. У нас не было времени. То есть за все два года блокады вы в этом госпитале привели? Да. Даже за ворота не выходили ни разу. Ну как за ворота? У нас, где мы жили, госпиталь, второе здание. Я не знаю, что у них там. По-моему, лесотехническая академия и здание это было. В учебном-то были палаты. А там ведь библиотека, там шкафы с книгами стояли. Вот там, наверное, общежитие было или что ли, я точно не знаю. Но мы жили сначала на пятом этаже. А внизу, на первом этаже, летчики были. Сначала бегали в бомбовое бежище, когда бомбежка. Ну а здание колышется, а потом думаем, что нет, все, что больше бегать не будем. Всю ночь пробегаешь и все. Думаем-то, что будет, то и будет. Какие ранения были наиболее характерны в вашем госпитале? Ой, тут и без ног, и без рук, и лицо все значит. Искалечено? Искалечено, да. И другие ранения. Куда попадет? В общем, все. Нельзя сказать, что у вас была специализация в госпитале. Нет, ну просто хирургическое отделение, там как все. Все любые там, да? Да, да. А мест хватало? Было ли переполнение? Ой, было. Было иногда, знаете, пополнение, так в коридоре лежали. И в коридоре таскали мы. Сутки дежуришь, да еще вот это пополнение. И когда большое наступление. Таскаешь их в палаты, и коридоры ставили. Только себе говоришь, не садись, не садись. Как сядешь, голова закинется, и все, уснешь. Тут уж по голове хоть колом бей. Не проснешься. Бросит тебя на носилки. Утащит куда-нибудь, дадут поспать час-два. Потом придут и пнут в бок. Ну все, вставай. Вы выключались? Да, потому что уже сил не было. Вот и сейчас. Головой-то тряхнуло, и голова поехала. Расскажите, пожалуйста, о хирургах вашего отделения. Ой, я даже не знаю. Сейчас даже и не помню ни фамилии, ничего. Ничего не помню. А хирург был очень хороший мужчина. Но не помню сейчас его фамилию. Не знаю, не могу сказать. Потому что сначала один был, потом второй хирург появился. Помоложе. Но как-то не запомнилось. А там вот, во втором госпитале, который на Украине действовал. Ой, тоже как его фамилия. Забыла все. Не помню сейчас фамилии. Только начальников госпиталей помню. Сейчас уже забыла и замполитов, и все. Не стало памяти. Все забыла. Ну, времени очень много прошло. Я вот к Сашиному вопросу еще возвращаюсь. Хорошо. Специализации самого госпиталя не было. А было ли какое-то перераспределение по ранениям? Одна палата, предположим, одно там какие-то ранения. Другая палата там, там такие-то ранения. Ну да. Конечно, конечно. У кого-то голова ранена, у кого-то ноги. В палату в одну, значит, кто в голову ранен. Ранение в голову. Или передняя часть не туловища, значит, в одну палату. Ноги там, живот там, в другую палату. То есть это распределяли? Да. Нина Ивановна, а чем раны обрабатывали вот там, в Питере? А чем раны? Йодом обрабатывали. Потом какое-то средство. Я уж и забыла, как оно называется. Забывать стало все. Обрабатывали, обмывали. А чем? Я не помню уже. Не хватало медикаментов, особенно во время блокады? В лекарствах был недостаток? Конечно, был. Конечно, был. А чего? Всего не хватало? Или чего-то определенного? Ну, временами одного не хватало, временами другого не хватает. Ну, как-то все равно старались пополнять, но я не знаю, откуда. В общем, трудно было с медикаментами, ну, а для себя готовили люминал. Двадцать пять порошков. Ну, чтобы просто вот работать, да? Чтобы уснуть навсегда. Интервью и литературная обработка Александр Бровцин, Олег Кощеев Конец первой части. Читал Олег Лобанов. Продолжение следует...